Русский хоккей в сердце России. В день 117-й годовщины трагической гибели генерал-губернатора Москвы и первого председателя императорского православного палестинского общества, великого князя Сергия Александровича, на Красной площади в Москве прошел детско-юношеский турнир по русскому хоккею, посвященный его памяти. Организаторами мероприятия выступили Императорское православное палестинское общество и Федерация хоккея с мячом России. Тему продолжит наш столичный корреспондент Эльвира Гордеева. Русский хоккей с мячом. Предполагалось, что на отполированные до блеска лед гумкатка команды должны были выйти не в коньках, а в валенках. Таковы условия этого своеобразного вида спорта. Но мальчишки и девчонки, которые тоже принимали участие в турнире, предпочли более легкую обувку. Ботинки, кеды, кроссовки. В двух возрастных группах заявки на участие в соревновании подали сразу 10 команд. По мнению организаторов, в русском хоккее заложена идея национального единения. Общее дело всегда объединяло. Мы видим, как в одном строю сейчас находится и священник, и спортсмен, как может объединиться верой в спорт. Между спортом и духовной жизнью нужно сказать, что очень много общего. И там и там требуется преодоление себя, свои самости, свои лени. Для достижения хорошего, правильного результата необходимо унуждение себя и концентрация максимальной своих сил. Когда объединяемся и проходят такие мероприятия спортивные, понимаем, что наша сила в единстве. Когда мы едины, мы не победимы. Из 10 детско-юношеских команд участниц турнира 4 представило Московское отделение Императорского православного палестинского общества. Для ребят это большая честь и высокая ответственность выступить на главной площади страны. Мы уже не первый раз участвуем в этом турнире, посвященном памяти великого князя Сергия Александровича, который был губернатором Москвы. И вот на этой Красной площади он неоднократно бывал. В том числе он являлся одним из создателей исторического музея, который находится вправо от меня. Поэтому это памятное место связано с его деятельностью. И памятное, так как он был председателем общества, наше общество поддержало идею федерации проведения такого замечательного молодежного турнира в его память. В этом году на Красной площади дебютировали воспитанники детских домов, представляющие команду «Княжичи». Именно ребятам из Переделкина накануне в храме преподобного Симеона Столпника на Поварской улице член Патриаршей комиссии по спорту Иерей Даниил Зубов вручил в подарок спортивную форму, в которой ребята сыграли в самом сердце страны. Для них это событие года, для кого-то это будет событие жизни. Наша организация выставила команду «Княжичи» совместно с нашими друзьями, партнерами, детским домом «Берег надежды», акционерное общество «Борис Фен» и российская секция Международной полицейской ассоциации. Для нас это участие является очень престижным и надеемся, что в будущем мы проявим более качественную подготовку и на радость зрителям, на радость самим детям. Организаторы планируют в следующем году, конечно же, с учетом эпидемиологической ситуации, пригласить для участия в соревнованиях по русскому хоккею детско-юношеские команды из Костромы, Иваново, Твери, Владимира, других регионов Центрального федерального округа. В этом турнире призовые места распределились следующим образом. В возрастной группе 9-11 лет фаворитом ледовых баталий стала команда гимназии святителя Василия Великого. На втором месте юные спортсмены из Олимпии. На третьей строчке турнирной таблицы сборная команда Сергеева Посадского и Савеловского отделений и ППО. Среди хоккеистов 12-15 лет на третьем месте оказалась команда Олимп, второй отвоевала гимназия святителя Василия Великого, на первом оказались юные альфовцы.